всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу посмотреть с вами прогноз на сентябрь буду делать на двух колодах две позиции всего первая позиция это красный камешек решила немножечко изменить и вторая позиция это голубенький камешек первая колода это таро небо и земля и вторая классика уэйта все временно говорю райдера райдера уэйта и нужно все-таки говорить уэйта потому что автор уэйт так выбирайте не знаю не хотела сегодня сделать большой расклад в плане трех позиций вот почему-то захотелось две но посмотрим надеюсь вы определились я благодарю вас всех за ваши комментарии за ваши лайки не забывайте пожалуйста их ставить вот это как говорят многие торологи это важно это действительно важно для продвижения канала так позиция номер один красненький камешек давайте посмотрим с вами что нас ожидает сентябре лето пробежала быстро вот у многих уже постепенно начинает падать температура у нас она еще то есть лето даже не лето тепло еще долго держится вот но ладно давайте так наверное я сразу по переворачивать и мы посмотрим с вами каким будет сентябрь сразу видно что перемены у нас грядут на работе какое-то движение какие-то изменения да идут изменения изменения в нашем сознании даже хорошо надеюсь меня слышно нормально что-то мне не хочется сегодня громко говорить вот но у меня есть микрофон поэтому я думаю что слышно будет нормально окей каким же будет у нас сентябрь наш сентябрь сентябрь выступает под арканом влюбленных месяц 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 анализа месяц определение выбора такой знаете я не могу сказать что вы прям сложный месяц что нужно будет прям грузиться до в плане какого-то определения здесь такая легкая волна будет выбора с чем вы столкнетесь любой любая развилка на вашем пути она такая достаточно легкая вы можете в любой момент преодолеть но вот хочется сказать что энергия ваша она будет не совсем не как будто бы активная что ли здесь мягкие энергии идут идет такая тягучесть плавность размеренность нерасторопность наоборот даже человек который ну куда никуда не спеши да то есть человек который просто вот знаете как на прогулке прогуливаешься да ты вроде бы и движешься но в то же время движешься в том темпе в котором вам удобно передвигаться для того чтобы насладиться здесь у кого-то вот проблемы возможно с дыханием будут может быть там астма обостриться у кого есть проблемы дыхательных путей сразу мне такое пошло ну вот месяц будет направлен знаете вот с одной стороны вот это вот размеренность о которой я говорю она связана каким-то образом вот с гармонией что ли с красотой внутренней вашей красотой и вот вам как будто бы не хочется делать каких-то поспешных движений здесь ощущение того что вот я вообще вкладываться во что-то не готов сейчас то есть настроение набора такое знаете больше на направленное на получение удовольствия но не на праздника веселья а именно какого-то внутреннего такого ощущения комфорта что ли вот бывает так знаете когда на душе хорошо и вот в этом состоянии ничего не хочется делать это не лень это вот прям желание просто насладиться этими энергиями и возможно опять таки перепады температуры да и вот какая-то такая не то чтобы ностальгия но здесь вот приятные приятные какие-то нотки теплоты возможно вот первая осень она ранняя осень она и будет вызывать такие вот приятные ощущения если мы говорим о финансовой стороне и о финансовой сфере то здесь у нас намечается некое такое движение возможно вот в августе как-то стабильно было с деньгами может быть достаточно трудно либо были какие-то преграды вот то в сентябре здесь идет преодолевание да то есть мы как будто вы знаете вот уходим от нежелания ничего делать до преодолеваем какие-то страхи неясные ситуации выходим в императора то есть здесь вот прям ему сказать что есть движение но есть однозначно некая такая ясность и понимание возможно как мне зарабатывать да то есть здесь появляется как это очень похоже на то когда мы делаем генеральную уборку да и вот потом такое ощущение что в квартире как будто бы свежий воздух появился да как-то вот ну стало легче на душе все все разложилось по полочкам все прояснилось вот здесь то есть то тоже такая энергия то есть мы уходим от четверки четверки мечей от бездействия от того что нам где-то возможно не хватало сил сил в плане того что не было понимания возможно не было понимание как зарабатывать эти деньги возможно летом просто не было даже желание да как будто вы работать но вот период отпусков да то есть не было настроек такого и возможно здесь меньше работали как следствие меньше получали то сейчас в сентябре да здесь такое ощущение что вы как будто бы будете закрываться от каких-то переживаний волнений да вот все что связано с заработком финансов то есть откуда и взять да и вы как будто мы будете полностью сфокусированы сконцентрированы на финансовом вопросе что вы хотите то есть здесь вот понимаете здесь появляется ясности вот это вот ясность она дает внутреннее успокоение то есть я теперь понимаю как мне зарабатывать и я просто беру и делаю да здесь будет еще и разговоры о деньгах до коммуникации возможно через общение вы как-то поймете для себя как 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 вам зарабатывать здесь также могут быть вот какие-то неожиданные внезапные траты она что она семью на семью и на свои собственные какие-то желания то есть возможно здесь появятся какие-то желания но у меня такое ощущение что все таки траты здесь все если и на семью неожиданные они будут достаточно крупные но здесь больше даже идут траты даже и на себя то есть не только на других но и на себя в плане вообще коммуникации очень близких дорог то и общение да то здесь будет такая знаете вот приятная близость то есть ощущение того что люди вас как будто бы будут понимать да вот ну приятные такие беседы будут близкие близкие дороги возможно здесь общение с близкими и родными вам людьми причем теме которые младше вас по возрасту возможно кто-то к вам приедет такой момент тоже может быть предложение да при предложении куда-то сходить но здесь такое вот приятное знаю предложение может сходить куда-то в кино какой-то вот есть на парк но здесь не развлекательные моменты а здесь беседа по душам да то есть здесь вот ощущение некой такой близости у вас будет такая внутренняя потребность желания но при этом для внешнего мира да для социума вы будете казаться девятка пендакли то есть человеком таким хорошо стоящим на ногах но у меня идет здесь такая энергия знаете некой такой серьезности то есть человека который все равно вроде бы узнаете как-то доброжелательный да но близко к себе никого не подпускает то есть человек который выстраивает дистанции хотя а в душе в своей вы очень такой теплый очень уютный комфортный человек которому хочется довериться которому хочется открыться но вот для социума вы будете как будто бы знаете носить такую маску человека который все равно держит дистанцию то есть да готовы помочь да готовы взаимодействовать но при этом человек который держит дистанцию все что касается и вот здесь вот движение да все равно будет поездки пока я вижу близкие поездки но в любом случае такое вот постоянное движение может быть гости кому-то ходите что касается семьи то здесь меня все радует почему потому что у меня выпало десятка кубков да то есть дом полная чаша вот здесь прям в это выражение она очень еще местно до какой-то вот праздник возможно радость такой хороший приятный союз дома да вот гармония когда все сыты радостные это будет наверное знаете связано с тем что вроде бы где в дом будет поступать какие-то деньги и вот это будет приносить вам какое-то такое удовольствие но все равно здесь выступает вопрос в дома именно связанные с с каким-то выбором с чем связаны этот выбор знаете здесь такое ощущение может быть для кого-то важно будет и переехать если у вас стоит такой вопрос сентябрь он ну благоволит именно какому-то переезду если вы не не планируете переезд то здесь вот как будто бы знаете в доме наступает гармония в доме наступает вот мир спокойствие то есть конфликты какие были разногласия до недопонимания недосказанность то здесь все как-то знаете приходится к завершению приходит концу и наступает вот мир то есть я могу сказать что здесь ваш дом ваш тыл вот очень очень комфортно вам будет спокойно вам будет так а если мы говорим про любовь да и вообще эмоции состояния наше удовольствие так секундочку здесь знаете у меня такое ощущение что как будто бы если была какая-то ситуация неразрешенная в плане межличностных отношений когда ничего вот как будто бы не развивалась то здесь как будто идет прояснение я могу сказать что резко что-то начнет развиваться но здесь будет здесь и по и появляется какое-то движение и движение появляется благодаря прояснению через какую-то беседу через какой-то разговор то есть кем-то возможно вы поговорите потому что была такая знаете некая дистанция что ли с вашим партнером я имею ввиду не семейные а вообще если у вас семья у вас все хорошо а если это касается просто отношений да не не в плане семьи то есть нету детей нету семьи как таковой то здесь возможно были не то чтобы размолвки а вот какое-то время было такое замерзшее состояние как будто бы ничего не развивалась и вот в сентябре картина она как будто бы прояснится и появится какое-то дальнейшее движение здесь знаете как может быть если будет расставание да то это расставание оно не резкое это расставание когда знаете вот по-доброму разошлись ну поняли что ну здесь как-то знаете естественно то есть долгое время может быть не общались и вот как-то отношения не сами по себе затухли до погасли и вы обоюдно приходите к решению тому что может быть лучше расстаться да ну как-то и причем знаете здесь как-то вот подружески люди расходятся почему потому что ну у ни одного не тянет ни другой то есть все эмоции уже ушли вот и приходите к логическому решению что наверное нам будет лучше порознь то здесь нету обид здесь нету ссор каких-то склоков то здесь вот прям знаете могу сказать что даже потом останетесь и хорошими приятелями это для кого актуально то есть и это это не то что вот прям вот в сентябре вы пришли возможно не знаю в августе в июле ну вот к несколько месяцев вот когда ну вы уже чувствовали что ваши отношения сходят на нет вот в таком случае да здесь вот возможно и будет принято обоюдное как будто бы решение разойтись расстаться и чтобы каждый пошел своей дорогой если у вас нормальные отношения но вот в силу я не знаю каких там может быть сейчас я посмотрю какого-то прошлого опыта может быть знаете как-то цели разные были у людей да а может быть вынуждены были как-то вот на какое-то время разъехаться там я не знаю по работе может быть кто-то из вас либо наоборот вы живете вместе но вот кто-то периодически уходят да вот и не было какого-то контакта здесь вопрос не в физическом контакте физический контакт может быть и вы да вы можете вместе допустим ну сожительствовать и вместе проживать но вот близости вот этого душевные вы как будто бы уже не чувствовали да здесь вот а может быть даже и конфликт был ссора то сейчас вот в этом месяце как будто бы все это прояснится и здесь начнется знаете это прояснение оно приведет к тому что вспыхнет новая какая-то искра стабильности знаете так иногда бывает когда люди друг друга недопонимают и либо у людей разные цели и вот наступает момент когда не знаю даже если это и через конфликтные какую-то ситуацию проясняется все да и один человек вот я имел ввиду вот это а другой а я вот это и вот в этой беседе в этом диалоге понимаете что блин здесь я ошибся другой поймет свою точку зрения что возможно он где-то ошибся как-то по-другому подумал и вот вы начинаете беседовать здесь причина именно в диалоге в разговоре вы начинаете разговаривать разговаривать и приходите какому-то обоюдному решению но не потому что вам надо найти какое-то решение либо консенсус а здесь вот именно знаете такая ситуация что ну то у меня ощущение что чувство то есть желание взаимодействия с друг другом есть а как будто бы люди ну не разговаривают не знаю в силу каких-то обстоятельств твоих и здесь в этом месяце в сентябре вы начинаете то есть человек не на может быть открываетесь друг другу по-настоящему не знаю в чем здесь причина но суть заключается в том что после этого диалога появляется четкое понимание что что как дальше будет развиваться ситуация появится вот какой-то новый новая возможность новый шанс на то чтобы развивать уже отношения по-другому как-то узнаете более стабильно здесь не про переход на другой уровень а здесь именно про стабильность то есть как будто вы знаете когда люди поговорят и каждый возможно она обозначивает свою позицию и становится понятнее да как взаимодействовать друг с другом и про появляется например ну я не знаю если это встречи да то раньше они может быть были какими-то спонтанными а тут договорились что слушай ну давай будем встречаться там не знаю три раза в неделю до условно говоря прояснили и все как-то на душе спокойно вроде бы вместе да и четко понимаем в какие дни мы встречаемся следяя из этого каждая сторона выстраивает свой график как дальше двигаться и вот эта вот стабильность вот это вот постоянство она придает по аркану силы с одной стороны больше силы и уверенности с другой стороны знаете уходит некое такое напряжение и когда нету этого напряжения тогда люди вспоминают для чего они друг с другом вместе находятся да и вот появляется некая такая тяга уходит здесь уходит какие-то волнения переживания какая-то вот надуманность то что не развивалось да и приходит настоящие чувства и вы знаете здесь дело в том что эти чувства то они были и у одной стороны и другой но по какой-то из причин опять таки я не знаю не было договоренности не было прояснения вы знаете как намеками друг с другом говорим а ну допустим даже если только зарождающие отношения да вроде бы видим заметен интерес друг друга но напрямую сказать выжать как-то свои чувства нет а здесь вот причем это будет достаточно обоюдно здесь знаете даже если если мы говорим для нового знакомства почему-то а если оно и возможно то это вот каким-то образом будет связано с работой почему мне кажется что на работе будет какое-то знакомство для тех кому оно важно но опять-таки не для всех хорошо если мы говорим про профессиональную сферу вот то здесь у вас будет будут изменения здесь вы как будто бы знаете на работе находите тоже какое-то вот очищение идет прояснение и она поможет вам в дальнейшем идти по пути так достаточно легко не 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 преодолевая какие-то трудности сложности а вот именно легко через не знаю здесь как будто бы то ли вы да 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 вы ощутите себя каким-то победителем на работе вот после какой-то ситуации внезапной которая все это и очистит вы как будто вы знаете поймете для себя четко что вы движетесь правильным путем и опять таки здесь вот это вот внутреннее ваше расслабление оно оно даст вам здесь как будто бы знаете человек который любит свою работу вот с любовью здесь делается то дело которым вы занимаетесь и вы опять таки и здесь тоже как-то вот расслабляетесь расслабляетесь не просто причина этого расслабления да она связана как раз таки с прояснением здесь тоже какое-то вот очищение идет убираете вот все что не нужно да как-то вот дорога очищается очищается и вы спокойно да здесь три рыцари выпали вы спокойно идете по своему пути здесь опять таки даже может быть такое что вы понимаете например как вам зарабатывать да вот мы говорили про деньги и что вам для этого нужно делать и вот это вот что нужно делать прояснение да как как работать либо как организовать свое рабочее место либо как реализовывать какие-то свои идеи свои задумки здесь однозначно на работе идут какие-то прояснения да то тайное чего вы не знали что вы не понимали оно становится явным здесь было очень много каких-то трудностей сложностей обязательств возможно на работе да и вы как будто вы знаете для себя сконцентрировались я не знаю это очень похоже на то когда вы выписываете на листок бумаги все свои обязательства которые вы должны выполнить на работе либо какие-то дела и вот вы просто по пункту начинаете это делать и разгружать вот здесь идет какая-то разгрузка на работе и это придает вам как-то вот легкости и понимание вы для себя найдете какую-то понятную для вас модель поведения работы ведения своего бизнеса возможно да и он постепенно постепенно это даст плоды здесь уходит вот все такое лишнее вот все что вас грузила на работе все что вам мешало здесь происходит разгрузка прям вот такое хорошее хорошее слово разгрузка здесь настроение у вас на работе оно будет меняться и это вот как-то поспособствует вам дальнейшему движению в плане того что вы захотите это сделать знаете вот одно дело когда ты ходишь на нелюбимую работу и ты вынужден это делать а здесь что-то такое произойдет и вот вам станет легче и вас вас будет как это нести на работу вы будете идти с удовольствием вы ну вот здесь вот удовольствие появляется здесь появляется желание да желание если мы говорим о партнерских взаимоотношениях да то здесь вот опять-таки тоже тема какого-то выбора будут предложения предложения но здесь нужно быть очень внимательны по поводу выбора своего партнера я не имею ввиду любовные отношения а скорее всего дружеские и профессиональные да здесь нужно быть внимательным потому что не все что вам предлагается да на этом пути она будет как говорится золото здесь нужно быть очень внимательным с выбором либо человека либо того что вам предлагает ваши партнеры будьте внимательны чтобы не не потратить да здесь может быть такое что вкладывается ну вложитесь финансово а потом это не будет наилучшим для вас выбором либо результат будет очень долгий то есть будете много-много-много вкладываться прежде чем получите какой-то свой результат так а если мы говорим про учебу да у нас сейчас период обучения идет если есть кто-то своего ребенка загадал до сентябрь месяц то здесь вот как будто бы нету пока желание и готовности обучаться даже если вы чему-то хотите какой-то курс приобрести до поступить куда-то вот здесь я не вижу пока какого-то результата наоборот я вижу некую такую закрытость здесь как будто бы все что связано с обучением не и и с путешествием за границу близкие дороги да а вот за границу как будто бы не очень я не вижу чтобы здесь дороги были хотя 50 на 50 но вот все равно мне кажется что закрытой дороге и вот с обучением что-то такое внезапное может быть да может быть вас попросят какие-то документы принести неожиданно здесь что-то момент внезапности неожиданности будет чему будет связан но вот именно с обучением до здесь как-то знаете как какие-то конфликты что ли могут быть ссоры критика какие-то вот подставы которые до обманы здесь что-то не очень хорошее поэтому если вы идете на какое-то обучение в сентябре месяце будьте внимательны пожалуйста когда вы выбираете наставника себя себе школу курсы здесь есть какой-то прошлый опыт когда вы обожглись и как-то не очень то и хочется это повторить цели которые вы будете ставить себе в этом месяце да либо желаете до достигать здесь может быть переменчиво то есть если вы поставили себе цели в прошлом она не давала какого-то результата в этом месяце она даст если наоборот раньше давала результаты то здесь велика вероятность что наоборот колесо у нас колесо фортуны выпало что колесо фортуны закрутиться в обратную сторону возможно здесь касательно цели и их достижения да вот то что вы хотите вы можете войти и в некую такую цикличность да то здесь повторность тоже может присутствовать но здесь все равно нужно будет двигаться дальше то есть невзирая на то что что-то там может завершиться может прийти к логическому своему завершению но все равно надо продолжать двигаться а преграды барьеры с которым вы возможно столкнете в сентябре будут связаны непосредственно с одной стороны с вашей самооценкой да что вы будете как будто бы не уверены в плане того что ну двигаться мне дальше или нет и с другой стороны вот присутствует некая такая инфальти инфантильности не не понимание ответственности своих поступков да то есть как то вот легкомысленно в чем-то вы будете себя вести в плане может быть даже в плане в плане в плане в плане вот как-то именно становление себя либо именно расширение вас в чем-то то есть будьте немножечко внимательны чего бы это не касалось какой бы сферы не касалось то что связано как-то с расширением и в том числе и беременность да то есть для кого здесь актуально здесь вопрос беременности тоже встанет но здесь вот как-то не знаю здесь мне кажется надо будет наблюдаться у врачей да то здесь вот как-то я не хочу сказать что беременность нелегкая будет но меня смущает немножечко башни да как что-то такое внезапное вот чтобы не было каких-то выкидышей да здесь надо надо быть ну немножечко внимательно наблюдать из лучшего врачей еще сценарии по аркану шута какие у нас могут быть какие-то преграды но здесь скорее всего такое легкое отношение когда человек не включается то есть не как-то знаете как-то принимать какое-то решение но при этом вы не анализируете как-то веру и за все будет хорошо вот какая-то такая а чрезмерно позитивный какой-то настрой вот в некоторых делах достаточно серьезных он может быть для вас преграды с другой стороны вы наоборот будете прорабатывать сценарий где нужно себя преодолеть вот вот в здесь главный такой сценарий общий скорее всего больше идет на преодолевание себя преодолевание того когда вы раньше не действовали до когда где-то вас у вас что-то пугало останавливало то есть здесь нужно быть с одной стороны уверенным да а с другой стороны ну вот найдите золотую середину то эти не будьте чрезмерно уверенным человеком в принципе шут в новых начинаниях это прекрасная карта показывающая вот именно потенциал но у шута нету здесь может быть некое такое даже и безумие то есть с одной стороны безумие хорошо когда нам необходимы силы для того найти в себе сил для того чтобы рискнуть до начать что-то но при этом изначально мы уже прочитали все риски но все равно где-то в чем-то сомнимаемся в силу своей какой-то самооценки вот тогда шут нам нужен потому что он преодолевает какие-то наши внутренние страхи мы чувствуем уверенности двигаемся вперед но иногда если внутри вас есть вот это вот интуиция которая говорит о том что будьте внимательны да то есть не будьте ну не рискуйте там где риск он не уместен ну то есть изначально вы видите что это провально вот здесь для кого-то так для кого-то по-другому может быть что касается здоровья я уже сказала здесь здоровья мне почему-то сразу идет легкие легкие почки нет женские здесь нет ну я имел ввиду там яичники может быть нет здесь по женски здесь скорее всего дыхательные пути идут и почки но скорее всего больше дыхательные пути да вот все что связано с легкими бронхита астма вот все такое ожоги тоже может быть так ну мне кажется я все рассказала да мне кажется я сказала все если что-то упустила вы уже сами увидите как как пройдет ваш месяц ну в принципе я могу сказать что сентябрь вот так подведя итог он достаточно достаточно хороший я не вижу чтобы здесь были и вообще от расклада такая позиция она достаточно легкая то и знаете вот хочется сказать как будто бы вот рабочие рабочие не в плане будни обыденности а в плане налаженного механизма то есть вот как будто бы в сентябре вы для себя определились либо увидите либо найдете какое-то решение вот как вам себе весь себя вести знаете мы когда не принимаем какое-то решение это связано с тем что я не понимаю как мне дальше вести себя то есть свою модель выстроить некую такую свою стратегию а здесь это ощущение в сентябре что даже в личной жизни либо профессиональной либо финансового человека приходит понимание как себя нужно вести какую стратегию какой линии поведения придерживаться и вот это вот понимание она дает вам успокоение а когда вы не тревожить вы не совершаете лишних действий вы действуете целенаправленно и как следствие вы получаете необходимый вам результат ну такая у меня была первая позиция красный камешек поздравляю вас единички мне кажется хороший хороший месяц жду вас когда вы отпишетесь и посмотрите обязательно здесь где-нибудь выложу ссылку на прогноз на осень сохраняете себе и вот периодически сравнивать ну по крайней мере я так делу и так позиция номер два голубенький камешек двоечки смотрим на колоде уэйта какой у вас будет год какой у вас будет год год говорю до сентябрь сентябрь каким у вас будет сентябрь две карты выпало здесь две карты здесь тоже башни выпало так как и в первой позиции как аркан ну давайте смотрим значит общая энергия общая энергия месяца король кубков да то есть комфортный месяц теплый в плане энергетики до удовольствие наслаждение возможно некоторые моменты из прошлого будет всплывать но в принципе да здесь энергия такая мягкая гибкая именно гибкая да но здесь присутствует движение я не чувствую чтобы она была какая-то застоявшая нет здесь вот прям энергия уюта энергия любви и энергия она такая подвижная звонкая на здесь не болото а здесь вот именно есть движение есть 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 хочется сказать какая какой-то такой звонки да здесь звук такие высокие высокие какие-то нотки да если это смех то такой знаете какой-то вот раскатистый и звонкий такой смех который заражает дату то есть ты тоже хочешь смеяться вот что-то здесь такое а и мне нравится ваша энергия потому что на достижение любых ваших целей выпадает двойка кубков как достижение цели этого месяца говорящих как раз таки о партнерстве о таком союзе комфортном приятном когда люди могут договариваться то есть для кого-то если здесь стоит я не знаю цель взаимодействия да с другим человеком возможно найти другого человека то как потенциал я могу сказать что достижение цели вы сможете прийти то есть найти вторую половинку возможно данную более подробно мы посмотрим если есть еще какие-то моменты которые могут вас останавливать но в любом случае двойка кубков она у нас говорит о союзе она говорит о партнерстве да говорит о любви потому что здесь еще даже в кубике в купе с королем кубков до присутствует это вот энергия но она приятная который я ранее описывала то есть если вам нужно что-то достичь не не стесняйтесь как-то вот обращаться кому-то за помощью потому что здесь такой хороший эффективный тандем поможет вам в решении либо достижение ваших каких-то задач если мы говорим здесь про семью да именно про дом в котором вы проживаете и как там будет разворачиваться ваши взаимоотношения именно семейные до нас выпадает аркан умеренности и рыцарь педакли до карты которые говорят о таком знаете выздоровление в некой такой степени да то есть если были какие-то семейные трудности сложности не связанные с конфликтом здесь не с людьми а здесь возможно в семье были какие-то я не знаю ну вот бывает семья преодолевает какие-то трудности внешнего возможно порядка то есть не между собой здесь не межличностной то здесь вот как будто бы находится какое-то решение и идет исцеление исцеление ситуации вот и у человека появляется понимание куда дальше двигаться здесь также вопрос именно терпения ну я не знаю например если у вас там есть деньги дети да то обращайте внимание на то что нужно быть как-то вот более терпеливым да как-то более снисходительным что ли на некоторые вещи нужно в плане детей до закрывать глаза не на их проблемы и на их поведение особенно когда не знаю родитель приходит с работы он уставший а тут дети шумят ну и ты пойди и найди в себе какое-то не знаю успокоение что ли терпение до чтобы где-то не накричать не сорваться вот здесь как-то нужно найти вам для себя какую-то золотую середину в плане того как вы будете себя вести а так с детьми а так в принципе баланс он здесь присутствует да то есть как-то вот хочешь сказать стабильная да вот есть договоренность между мужем и женой допустим я не знаю как мы будем воспитывать детей либо как мы себя будем вести здесь вот как будто бы не то чтобы муж и жена одна сатана но вот здесь вот какое-то такое знаете хорошее дополнение друг друга идет да я не знаю мама строгая вот а папа любит и именно в таком формате они наоборот да вот и и здесь как будто вот я не знаю какая-то договоренность что один будет как кнут а другой будет как пряник и вот это очень хорошо как-то работает на на воспитание детей да то есть присутствует и одна энергия и другая вот здесь вообще в доме мне мне нравится вот есть присутствует какая-то стабильность по энергетике я так ее ощущаю вопросы связанные с доходом вопросы связанные с вашими личными финансами которые вы зарабатываете они здесь претерпевают крах здесь вот с финансами я вижу что у нас есть действительно какая-то проблема да по пятерке пендаклей здесь сложная достаточная ситуация траты здесь траты 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 здесь как будто вы знаете на свое собственное удовольствие не хватает денег здесь очень много каких-то обязательств здесь какие-то ну что вы тратите то есть вы не тратите однозначно на себя если допустим тратите деньги на какое-то свое дальнейшее продвижение то здесь какой-то самообман у вас идет что вы в принципе деньги можете тратить но продвижение вашего нету есть допустим вкладываетесь а в какой-то бизнес для продвижения то я этого продвижения не вижу но мне кажется что все таки здесь деньги вы как будто бы больше тратите на семью да здесь какие-то большие деньги уходят на семью на себя вы не тратите на семью почему тратите ну это как как будто бы какой-то да да как это сказать до давние давние я знаю какой-то долг не за может ипотеку выплачивается то здесь вот какие-то трудности с финансами у вас будут в сентябре как-то на семью мне показано я не могу понять чем это связь то есть это ваша семья это родительская семья либо вообще какие-то семейные обязательства там я не знаю наследие какое-то да вот здесь здесь трудности с финансами с финансами трудности если мы говорим о коммуникации вообще об общении то здесь нет здесь вообще нет желания не не у вас как-то общаться и в социуме тоже происходит какие-то очень серьезные перемены потому что выпадает башня на вас на насосу то есть здесь какие какие изменения у вас идет социуме страхи волнения переживания в социуме ну может быть это вот как раз таки с той ситуации которая происходит сейчас в мире здесь вот именно может быть и с деньгами тоже это как-то какое-то отношение имеет но вот социум он в этом месяце на вас очень ярко почему-то влияет какие-то внезапные моменты и здесь очень много иллюзий здесь нету про и приясненный какой-то ситуации вы что-то не видите то ли вы свое окружение я не имею ввиду близких а именно вот как-то ну и знаю коллег либо партнеров нет не партнера здесь а вот здесь дальний какой-то круг да вот и может быть даже друзья да вот что такое вообще приятели знакомые люди вообще социум как таковой здесь как будто бы вы не совсем понимаете что происходит в мире вот так вот я скажу да но у него не в общем мире а вот вашем мире на дальнем кругу есть близкий круг а это дальний вот здесь вот как будто у вас нету понимания да здесь как будто бы знаете люди уходят из вашей жизни приходит вы даже не можете понять да идет какая-то вот зачистка идет какое-то очищение и вы как будто бы стараетесь удержать свои собственные границы и удержать рядом с собой каких-то людей и у вас это не получается я не имею еще раз скажу не близкие люди а вообще ну я не знаю может быть как-то знакомства какие-то приятели вот а они может быть уезжают там не знаю за границу куда-то переезжает вы теряете какие-то контакты с ними вы теряете какие-то связи то есть хотелось бы общаться но я не знаю так в силу обстановки каких-то обстоятельств теряете здесь идет зачистка людей у вас из вашей жизни как будто бы убирает людей которые вам не нужны сейчас я спрашиваю в чем причина данной зачистки здесь мне показывают как будто бы ну вот уходит из вашей жизни люди которые уже выполнили свою какую-то роль по пятерке пендакли те которые вам ну не помогают уже не способствуют вашем развитии знаете вот люди которые скорее всего забирает как будто бы вашу энергию ну то есть вы понимаете что это не моего круга уже люди да вот здесь это уходит поэтому у вас и нету желания как-то общаться потому что возможно устали все время отстаивать свою какую-то позицию вы понимаете что нету согласия между вами и людьми в социуме ну разные взгляды и исходя из этого вы как будто бы меняется да здесь идут какие-то перемены то же самое и с коллегами до на работе возможно какие-то увольнения но это не касается вас а вот именно коллег что касается личной жизни да не семейный если у вас есть семья мы посмотрели а вот именно любовного до какого-то аспекта либо ваши эмоции которые вы сейчас переживаете либо это связано с удовольствием да а насколько вы умеете получать удовольствие здесь выпадает королева кубка вот мне кажется такое ощущение что за долгий долгий период времени вашей личной жизни происходит какие-то перемены очень приятны потому что был король кубков его пара королева кубков и двойка кубков да то есть у нас здесь возможно здесь любовь на работе да если такое есть либо какие-то эмоции очень приятные вы получаете от работы но не от дела которым вы занимаетесь а именно с людьми с которыми вы взаимодействуете здесь вот месяц когда у нас как будто бы выпала пара король и королева причем либо это муж и жена либо это люди которые действительно по-настоящему любят это не про любовников это про людей у которых есть возможно в браке они состоят а возможно есть какая-то вот очень очень близкая душевная связь да здесь в этом месяце весь акцент будет настроен на такое знаете плодородное развитие взаимоотношений то есть если это новое знакомство она имеет под собой вот прям хорошую такую перспективу если вы все верно правильно будете выстраивать своих взаимоотношениях если вы уже находите взаимоотношениях здесь вот вы идете как будто вы на расширение но это вот приятное такое расширение посмотрю с чем это связано здесь идет какое-то обновление новый шанс новые возможности да когда вот вы выходите возможно из некого такого состояния но апатии как-то вот не хотелось да ничего делать не обращали внимание а здесь какой-то новый импульс появился до новое желание как-то дальше развивать отношения не знаю любовь как будто бы заиграла да вот здесь такое хочется сказать если мы говорим про тему профессиональной до сферы у нас выпал аркан влюбленных и десятка жезлов здесь однозначно какая-то ситуация подходит к завершению и вы столкнетесь с выбором профессиональной сфере может здесь кто-то переезжает что ли я не вижу здесь карт которые говорят о поездке например там за границу ли вообще какой-либо поездки здесь нету карт движения здесь скорее всего больше статичные карты но выбор выбор с чем связан этот выбор ну вы планируете как будто бы да вы планируете работу где вы могли бы больше зарабатывать с одной стороны с другой стороны где вы могли бы найти какой такое хорошее знаете партнерство что ли поддержку человека если вы мужчина то эта поддержка будет виде женщины либо в виде пары но это пара она как будто бы мужчина взрослый и женщина молодая но это не жена то есть это не семейная пара и вообще не в отношениях это вот просто мужчина взрослой зрелый и девушка здесь помоложе но такая тоже с опытом она не случайно то есть возможно эти люди вам смогут помочь либо вы думаете они что вот они вам как-то смогут помочь в этом деле да здесь вот обязательства которые связаны непосредственно с каким-то предложением возможно вы получите какое-то предложение будете определяться что вам дальше делать как вам дальше быть но здесь с работой однозначно да и выпадает солнышко я не вижу чтобы здесь было какой-то вот негативный ключ до в плане того что вас как будто бы уволит нет нет такое ощущение что здесь у вас появляется больше каких-то обязанностей то ли вы идете на повышение здесь что-то такое да то есть видите как будто бы на какое-то расширение 14 до идете на какое-то расширение и вот вы будете думать как-то вот как я смогу справиться да со столькими обязательствами что-то здесь здесь хорошем ключе выбор идет не в негативном не в плане того что вот вы остались без работы как вам дальше быть а здесь как-то это прямо пропорционально связано с большим количеством денег зарабатывания денег больше денег возможно и больше какой-то ответственности да вот здесь таком моменте в таком ключе тоже может быть партнерство да для кого партнерство в профессиональной сфере важно вот здесь здесь у вас даже и на работе да вот деньги идут либо партнеры с деньгами то есть если вы ищете например я не знаю человека инвестора который может вложиться вас здесь очень хорошие предпосылки на то что вы найдете этого человека который сможет вам помочь помочь финансово здесь вот прям знаете я то что я говорила про личную жизнь да вот она помимо того что она будет окрашена любовью прямо такими эмоциями здесь очень много страсти будет здесь очень много секса будет желание по крайней мере притяжения ну вот я чувствую да здесь все равно здесь личная жизнь она так хочется сказать таком активе прям бурлит кипит и присутствует страсти и секс присутствует если мы говорим про обучение да здесь очень хорошо пойдет обучение которое только начинается да то есть это не то что допустим там переход из одного класса в другой да вот и либо из одного года обучения в другой нет а здесь вот как будто бы то что уже есть одно очень хорошо может развиваться либо какой-то опыт который был в прошлом да вы на его основе можете очень хорошо что-то новое выстраивать взять его за фундамент да и выстраивать да я спрашиваю что касательно новых каких-то обучения выпадает пашкубков то о чем вы как-то давно хотели но почему-то разочаровывались может быть разочарование было связано с тем что нужно было подождать вот сейчас идет какой-то прорыв да сейчас появилось движение то есть если вы куда-то хотели пойти учиться и не получалось вы как-то вот огорчались потому что вам сказали надо подождать да еще например непонятно неизвестно сейчас этим пойдет все очень очень хорошо да появится какое-то движение если мы говорим про сценарии либо какие-то преграды либо какие-то сложности смотрите здесь здесь что может быть что может быть я просто смотрю меня выпадает четверка жезлов и у меня идет акцент сразу на здоровье не на преграды на здоровье то есть 12 дом у нас всегда говорит о каких-то закрытых помещениях да то есть там я не знаю больницы тюрьмы какие-то то есть помещение в которых и присутствует некое такое ограничение но у нас выпадает здесь четверка жезлов то есть позитивная карта но в принципе здесь идет какое-то здание до знание помещения и у меня все что было связано со здоровьем выпадает аркан влюбленных и десятка жезлов у меня такое ощущение что здесь вы как будто вы поедете как он называется санаторий вот санаторий вот у меня такое ощущение что здесь не больница вот именно санаторий как будто вы человек и едет именно в санаторий если мы говорим про здоровье на восстановление каких-то своих ресурсов да здесь вот как будто бы идет сказать реабилитация не могу понять почему мне это идет может кто-то восстанавливаетесь на после каких-нибудь перелов может какое-то восстановление здесь идет какое-то восстановление не идет вода ходжезлы показывает вода почему-то вода то есть я не имею ввиду что санаторий будет находиться возле воды хотя я не исключаю но здесь вот как будто бы какие-то водные процедуры может быть даже там я не знаю баня там где вода это вот как пары огонь да вода и огонь пар вот что то здесь такое какие-нибудь парилки ладно по поводу здоровья я не вижу больше каких-то трудностей скорее всего просто вы сами себя истощаете чем-то не знаю может быть много работаете здесь для кого-то может быть работа на дому то есть кто-то дома работает и вот не не выстроен правильный график то есть очень много много работаете нету четких переключений вы сейчас я дыхаю а сейчас я работаю из-за того что вот вы дома да вот как будто бы все вместе совмещаете все вместе нагрузили да и здесь как-то сложно если мы говорим про сценарии вот сценарий отдыха да здесь как раз таки у нас и выходят то есть возможно вам нужно отдохнуть отдохнуть восьмерка мечей как будто бы невозможность этого отдыха невозможность как-то дальше дальше двинуться до не понимаю то есть сценарий могут быть связаны с тем что я нахожусь в каком-то знаете таком состоянии когда какой-то замыленный такой взгляд до в плане того что нету ясности я я не понимаю что я как-то этот эти заморочил сработался или например ну бывает так когда ты учишься очень много-много чего-то читаешь что-то изучаешь потом уже смотришь на буквы ты реально их не видишь ну то есть ты не понимаешь я сейчас читаю что я изучаю вроде бы страницы переворачиваю а в голову ничего не лезет вот здесь вот какой-то такой замыленный заши не зашоренная вот именно замыленный взгляд и это вот как раз и способствует тому что я упираюсь в какую-то вот одну задачу знаете как математики решает решает вроде бы одно и то же одно и то же вот я что-то не вижу здесь вот такое да какой-то вот повтор 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 каких-то неудач трудностей сложностей в восьмерке мечей я как будто бы не вижу выхода я его чувствую что есть какой-то выход пойти новое найти какое-то решение но я его в упор не вижу почему потому что присутствует какая-то луна где-то в чем-то я сам себя обманываю в чем вот именно с десяткой кубков до то ли вы себя обманывать в каком-то партнерстве то ли вы себя обманываете в какой-то дружбе то ли это связано как-то семейным аспектом нет это скорее всего связано с вами самими знаете здесь именно с эмоциональным фоном вы как будто бы не можете прийти именно к наполненности если сидел тела как-то себя наполнить не может не можете как-то примириться сам собой найти успокоение внутри себя и вот этот сценарий целый месяц у вас будет проигрываться и он вам дан для того чтобы вы дайте вот как-то пошли на расширение а у вас сейчас не получается пойти на расширение только из-за того что вы как будто бы не какую-то деталь что-то вы не улавливать что-то вы пропускаете дайте это похоже на это как кино показывают до следователи что-то ищет ищет и уперлись вот какой-то тупик и не могут найти решение а потом кто-то сказал какое-то слово либо какая-то детали и пазлы все встали на место и вот ситуация начала разворачиваться и появилась понимание как дальше действовать вот здесь что-то такое есть в этом месяце вы конечно же придете к каркану мира да когда сможете завершить всю эту ситуацию вот весь месяц он как сценарий вас будет направлен на то чтобы увидеть выход из лабиринта в которой вы сами вошли в своей голове то есть вот что-то вы в упор не видите в своей голове и вот вам это нужно будет увидеть это будет касаться восьмерку кубков это будет как будто бы касаться дальнейшего продвижения именно в профессиональной сфере вот видите вот то что я говорю здесь у вас в личной жизни хорошо с деньгами и профессиональной сферы не очень то есть с работой так более менее нормально как я уже говорила да есть предпосылки на что-то хорошее но вот с деньгами достаточно сложно и вот вот то что вы будете думать это будет касаться как раз таки темы денег за что вы будете очень сильно переживать на волнение здесь идут переживания какие-то разрушения идут по поводу денег ладно принципе основной момент я вам рассказала остальное вы сами увидите где-нибудь здесь я нет я не буду выкладывать сами найдете потому что два раза я не могу выложить одну и ту же подсказку я имею ввиду на на осень подсказка на осень какая у нас будет осень хорошо было бы чтобы и сохранили для себя и периодически возвращали к тому раскладу и вот и смотрели как как отыгрывается до проигрывается ли та позиция которую вы загадали нет потому что ну либо вы можете перемотать этот расклад на его начало когда я заканчивала первую позицию красненький камешек там будет как раз таки подсказка на на этот расклад можете перейти посмотреть либо зайти в плейлист и посмотреть расклад напоминаю что в разделе плейлистов есть плейлист который называется мои услуги вот нажмите на него там очень много роликов которые рассказывают о моих услугах вот что я предлагаю как и в ближайшее время я открою там два урока из курса путь души и курса пимадр по одному уроку из каждого курса чтобы будет свободном доступе что вы посмотрели о чем о чем этот курс насколько вам подходит та информация которая там звучит на сколько вы хотите вот услышать либо приобрести этот курс вот и в сентябре надо было вначале таскать ну ладно в сентябре будет очень много разных анонсов по поводу блиц консультации вот не пропустить и вообще осень я планирую такую достаточно активную что-то новое создавать нет хотя есть на их потоки может быть что-то и выйдет но курс пока я настроена только на один курс который я записываю это вот фология 2 как я уже говорил достаточно сложно мне идет со скрипом вот но это да да зимы и до нового года я я думаю я его все-таки создам что-то такое новое я не планирую плане курсов но в плане каких-то таких часовых может быть мастер-классов до вполне возможно либо что-то еще придумаем а вот то есть у меня тоже планы на осень такую рабочую да не в плане того что сколько всего нужно сделать нет а именно настрой такой хороший и я хочу вам пожелать чтобы ваша осень она была такая ягодно-грибочная да кто там закрывает на зиму фрукты овощи вот хорошей вам работы осень осень прям такая плодородная плодородная я ощущаю что осень будет такая плодородная в общем всего вам самого наилучшего всем пока пока